Здравствуйте, дорогие мои телезрители Афонтовы и, конечно, мои подписчики на YouTube, на моем канале Голова Садовая, тетя Таня. Сегодняшняя тема – это теплица с королевой Елизаветой II, то есть земляникой садовой крупноплодной. Летний урожай был великолепным, конечно, красивым, но потом тут появились муравьи, и они начали таскать землю и выстраивать такие вот вавилонские башни около стеблей, обсасывая их. Они погубили практически всю ягоду, потом появилась белокрылка, но с ней я справилась легко. Я побрызгала, чем мы с вами говорили уже, закрыла эту теплицу, а жара стояла, на улице была под 30, и она там вся сдохла, чему я очень рада. Но сегодня речь идет о муравьях и о том, что нужно сделать с ягодой, чтобы восстановить ее. Вот у меня в руках два препарата. Один в жидком виде, здесь одна, один миллилитр всего, но это на 10 литров воды. Можно пролить их дорожки передвижения, где муравьи ходят, можно пути скопления, это работает и в доме, можно сделать приманку. Вот здесь в инструкции все написано, чтобы вы знали. Вот это гром-2. Он не только от муравьев почвенных, но еще и от мушек, которые у вас в горшках дома заводятся и так далее. Он в виде такого порошка, похожего на дрожжи. И расход здесь очень даже и небольшой. 1,3 грамма на 1 квадратный метр. Здесь в пакетике, как я понимаю, 50 грамм. Так что на теплицу хватит вполне, тем более здесь всего два ряда ягоды. Но мне очень хочется избавиться от них именно здесь. Вот когда я садила купчиху, там я все сделала как надо. По поверхности был рассыпан муравьин тоже в порошке, в стружечках таких. И было все перемешано с верхним слоем земли. Максимум на 2 сантиметра. Здесь я рассыплю порошок гром-2 и постараюсь его заделать. И буду рассказывать, что же я еще сделала с ягодой. Я, конечно, должна сначала рассказать вам, что я долго смотрела на это безобразие, которое осталось после муравьев. Во-первых, все стволики поеденные. Во-вторых, все серединки начали выбрасывать очень мелкие листики. Это неправильно. Боюсь, что как бы она не превратилась в дикую ягоду. Есть такая пролеска и бахмутка, которые являются дикими. Они не цветут и плодов не дают. Я ее срезала. И после срезки сразу покажу чуть позже в этой же программе, чем ее надо подкормить. А пока мы рассыпаем вот это вот средство. Вот таким образом. Это гром-2, я уже сказала вам. У меня нет другого выхода. Ягоды тут нету. Бояться мне некого. И все это нужно заделать. Понимаете? Просто так с муравьями не справиться. А теперь вот такой штучкой слегка пошевелив почву. Слегка только. Чтобы оно немножко осело. Это средство, этот порошок осел в землю. Вот так. Через 2-3 дня, как написано в инструкции, муравьи уйдут. Ну, видимо, в мир иной, как я понимаю. И мне их тут не жалко. Я, конечно, не фашист. Я понимаю, что один только муравейник муравьев уничтожит до 10 миллионов личинок, там, червей и всяких мух и блох. Но они, если честно, меня достали. Вот здесь вот яркий представитель того, что стало с ягодой. Листья стали какого-то странного оливкового цвета. Они подсыхают и отваливаются от основного, от сердечка материнского куста. Меня это просто не то, что бесит. Я прям в шоке. Они испортили мне ягоду. Теперь я буду относиться к этой проблеме куда более внимательно. Потому что такого, честно сказать, у меня еще не было. Ягода обрезанная была пролита сульфатом аммония. Вы знаете уже, что сульфат аммония – прекрасное удобрение, азотное, имеющее в составе азота больше, чем хотелось бы. Но там есть еще и сера, там есть цинк, бор, молибден, кобальт. И азот в этом случае – это аммонийное состояние азота – очень хорошо удерживается в почве, очень хорошо не вымывается из земли. А нам надо сейчас заставить ягоду, просто заставить. Это старое все, нужно оборвать. Вот они больные. Видите, как они выглядят? Вот это муравьи. Они прям все высосали из этих листиков. Заставить ягоду выбросить большое количество зеленой массы. Чем ее будет больше, тем лучше. И только азот способен это сделать. Поскольку в составе имеется сульфат аммония, имеется сера, она подкислит почву, это то, что надо ягоде, и она еще будет защищать от болезней наши ягодные кусты. Поэтому вот именно сульфат аммония. Работает он замечательно, останется он до весны. Вот это вот все вырвать, никаких цветочков. Это все удалить. Видите, как прямо скрутились листики. Муравьи постарались, конечно, очень сильно старались. Вот таким вот образом. И поливать ее сейчас обязательно. Она не на дожде, она в теплице. И поэтому влага только из леечки, которая будет дана, она здесь и как бы и появится. А дождика здесь, конечно, нет. Это некоторая проблема с теплицей, но я думаю, что пара леек – это не страшно. Вот видите, вот листики, вот они поеденные. Посмотрите, видите, какого они цвета? Муравьи просто изгадили все. Они ужасно выглядят, это просто ужас какой-то. Фу, такая гадость, дышать нечем. Значит, вот смотрите, вот он сульфат аммония, спасатель. Сила у него, конечно, такая же, как у мочевины. Работает он замечательно. И его азот не переходит в нитратную форму, не накапливается в плодах и фруктах. Слышите, о чем я? Молодцы, что слышите. Значит, на эту лейку сюда нужно порядка 20 грамм. Примерно вот столько. Ну, столовая ложка без верха. Оп. Ну, размешать. Как вы это делаете? Я это вот так делаю. Ой, хорошо, как водичка холодная. Угу. Ну, и теперь нужно полить. Ту сторону, которую я обработала громом 2, поливать не будем, польем вот эту сторону. Ну, и надеюсь, что вы все услышали и увидели. И это то, что случается с каждым. Поэтому у меня не все так идеально, как вы думаете. Вот муравьи подгадили, конечно, испортили мне ягоду. Но у меня пирамида плодоносит, где находятся Альбион, Портола и Сан-Андреас. Великолепные просто ягоды. Но там я уже подсыпала муравьина, потому что я боюсь как бы не потерять эту ягоду. Ну, на этом пока все. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!